Трот, державший вышку. Для этой небесной операции спасателям пришлось разобрать трактор. Зачем выездил наш корреспондент Ирик Учинский? Небо отпустило, земля не приняла. Эта точка на высоте 300 метров парашютист-бейсер из Москвы Антон Жбанов. Для друзей просто Тони или Тоник. Впрочем, оказалось, что 6 часов на свежем воздухе не слишком тонизирует. Приезду спасателей Тоник уже едва шевелится. Помаши рукой маме! Тоник! Помаши рукой маме! Бейсеры — это парашютисты, которые прыгают не с самолетов, а с различных высотных сооружений. Такие, как эта вышка-ретранслятор, к примеру. Тонику сегодня не везет. Его парашют зацепился за трос, который помогает вышке выстоять на ветру. Размотать стропы самостоятельно нет никакой возможности. Впрочем, и желания тоже нет. На такой высоте запасной парашют может и не раскрыться. Пришлось ждать спасателей. Когда мы туда поднялись, он все равно спрашивал. Долго ли еще будет? Мы ему сказали полчаса. Через 15 минут он опять спрашивал. Долго ли еще? 15 минут. И когда трос начал ходить, он стал говорить, что-то мне неуютно здесь. Что-то мне неуютно. Брать, ну, помедленнее. Зависшего в небе выручали с помощью сугубо земной техники. Спасателям пришлось временно разобрать трактор. Они взяли звено от гусеницы, свернули его кольцом вокруг троса. Получилось надежное крепление. К нему стропами привязался спасатель. И как по канатной дороге съехал уже окончательно замерзшему Тонику. Все, отцепился. Тони, растяжка это иллюзия! Парашют тоже спустился на землю целым и невредимым. Правда, его дальнейшая судьба теперь под еще большей угрозой. Тони, брат. Слушай, твой купол любит растяжки. Блин, вы его... Давай его сожгем. Сожжем. Юрий Кучинский, Владимир Зазуря, Юрий Прибыльский, НТВ, Костромская область. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова